СМЕРТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ СМЕРТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ От автобуса, в котором ехали турецкие военные, остался только каркас. Салон выгорел полностью. Трагедия произошла в центре города Кайсари, рядом с местным университетом. Когда автобус остановился на светофоре, к нему подъехало заминированное авто и взорвалось. СМЕРТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ Они не могли посетить местный рынок, поэтому все они были в Гражданском. Первую помощь пострадавшим еще до приезда скорой оказывали прохожие, а журналистам удалось отснять немного кадров. Но потом съемки запретили. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Но президент страны Раджеп Таип Эрдоган уже назвал виновных. Он считает, взрыв дело рук курдов. Согласны с ним и местные эксперты. Обратите внимание на целевой тип нападений и то, как атаковали. Подобные нападения произошли на прошлой неделе. С большой вероятностью можно сказать, что это очередная атака рабочей партии Курдистана. Тем временем люди разгромили офис прокурдской демократической партии народов. Ее обвиняют в поддержке рабочей партии Курдистана. Протестующие крушили мебель, сожгли часть документов, а в окно вывесили турецкий национальный флаг. Напомню, всего неделю назад, 10 декабря, произошел масштабный теракт. Два взрыва прогремели в Стамбуле. Вначале на воздух взлетел заминированный автомобиль. Потом террорист-смертник взорвал себя в парке. Людмила Панасюк, подробности, телеканал Интер. Соболезнования семьям погибших в турецком городе Кайсери выразил президент Украины Петр Порошенко. В своем твиттере глава государства написал, цитирую, «Осуждаю террористическую атаку, мы поддерживаем Турцию, терроризму нет оправданий». А в турецком городе Рейханлы, недалеко от сирийской границы, на улицы вышли тысячи людей. Протестующие требуют от власти повлиять на ситуацию в Сирии и способствовать эвакуации жителей Алеппо. Накануне сирийское правительство приказало международным организациям, которые проводят эвакуацию, покинуть восток города. Теперь дамасские оппозиции договорились о новом режиме прекращения огня. Когда он начнет действовать, пока неизвестно. Массовые протесты в Польше. На улице Варшавы, Котовица, Гданьска и других польских городов вышли тысячи людей. На здание Сейма колонны манифестантов и кордоны полиции. Против чего выступают люди и что говорит власть? В нашем сюжете далее. Так выглядят почти все выпуски новостей на польских негосударственных телеканалах. Манифестанты вот уже почти сутки пикетируют здание Сейма. В руках национальные флаги, символика Евросоюза. Правящая партия, право и справедливость, а также государственные СМИ называют собравшихся хулиганами. А в действиях оппозиции усматривают состав преступления. Я оцениваю вчерашние события как нелегальную попытку присвоения власти. Протесты начались после решения правящей партии закрыть доступ для журналистов в Сейм. Причина? Пресса отвлекается ими вопросами парламентариев. Оппоненты же уверены, это попытка ввести цензуру. На заседании Сейма в тот день должны были утверждать бюджет следующего года. Но оппозиция заблокировала трибуну и не позволила проголосовать документ. Несколькими часами позже, уже без оппозиции, провластные депутаты утвердили смету страны. И у здания Сейма начались акции протеста. Участники уверены, бюджет был принят с нарушениями. Наш парламент, будьте с нами! Наш парламент, будьте с нами! К зданию Сейма прибыли наряды полиции и заблокировали все подступы. Ближе к утру лидер правящей партии Качинский и премьер Беата Шедлу под усиленной охраной покинули парламент на служебных машинах. Оппозиционеры тем временем присоединились к своим сторонникам. В правовом государстве общество контролирует политиков. Такой возможности сейчас нет. Закрываются в залах, не пускают журналистов и говорят, что это Сейм. Премьер тем временем сделала заявление на государственном телеканале. Огромное количество политиков сейчас занимаются совсем не тем, что нам доверено. Мы должны служить людям, думать о родине, о нашем народе. Мы должны держаться вместе и бороться за это. Руководство МВД стягивает полицейских со всей Польши. Власти намерены усилить охрану возле парламента и президентской администрации. Анна Ильиных, подробности, телеканал Интер. Стать посредником в разрешении конфликта в Сейме готов президент Польши. Анджей Дуда призвал оппозицию и парламентское большинство соблюдать спокойствие. Работа Сейма должна проходить в соответствии с принципами парламентской демократии, подчеркнул Дуда. Нардеп Александра Онищенко могут допросить по скайпу. Об этом заявил директор НАБУ в интервью Радио Свобода. По словам Сытника, адвоката Онищенко уже якобы оповестили, но ответа пока нет. На днях Нардеп заявил, что платил Давиду Жвании за место в Раде на парламентских выборах 2014 года. Речь идет о сумме в 6 миллионов долларов. В НАБУ намерены такие заявления проверить. И сегодня же директор НАБУ пожаловался. Генпрокурор закрыл для бюро доступ к реестру досудебных расследований. Артем Сытник утверждает, уже несколько дней детективы не могут пользоваться базами данных и информационных систем госорганов. В свою очередь в генпрокуратуре пояснили, что доступ закрыли, поскольку для его продления Сытник не подписал все необходимые бумаги. В Полесский, Лас-Вегас, в Ривнанской области возобновилась массовая добыча янтаря. Но полицейские упорно обижают копателей стороной. Наши корреспонденты указали им пункт назначения, но стражи порядка заблудились на подотчетном участке. Продолжит Инна Белецкая, которая путешествовала ночью по янтарным районам. Урочище Азалия. Это возле международной трассы Киев-Варшава. В 100 метрах от нее гудят мотопомпы. На каждом пяточке вдоль дороги от нескольких десятков до нескольких сотен старателей. В Клесов не проехать. Дорога выглядит как автобазар. Старатели все подъезжают. Поколения в Одессе с так называемыми тычками и сачками под гул генераторов при свете фонарей моют янтарь. Вызываем полицию. СМТ Клеси. Урочище Азалия. Сколько человек? 250-300. Можем и 4500. Я так не умею считать. Ну, очень много. Нам дуже багато дякую. До побачення. Это дорога от Федоровского перехрестя на Клеси. Проходит более часа. Нам наконец-то перезванивает местные полицейские. И внимание, спрашивают, как проехать в Клесов. Вы интересовали, что на Азалии моют. Азалия – это перед самим Клесовом, так? Чи в Клесове? Вы едете старно. Есть Федоровские перехрестя. Дорога йде на Федоровку и дорога йде на Клеси. Вы повернули на Клеси. На Клеси. Я думаю, что вот приедете вы 100 метров, и вам там просто будет лас-вегас. Я думаю, что вы все полностью побачите. На метрах 100, так? Біля Клеси вы у карьеру, так? Біля самого, так? Стоїдьте на Клеси и не зупиняйтесь. Утром спрашиваем полицейских о задержаниях и изъятиях. Такой информации нет. Зато закончили проверку, которую начали после нашего предыдущего сюжета в подробностях недели. Тогда полиция после нашего звонка тоже никого не задержала и ничего не изъяла. Все, что могли, то есть ничего. Очередное уголовное производство без подозреваемых. Между тем, на промысел старатели теперь выходят целыми селами и поселками. В Ривненскую область подтягиваются уголовные группировки. Полиция бездействует. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривненская область. За последние сутки боевики значительно увеличили количество обстрелов. От разрывов их ствольной артиллерии полыхала практически вся линия соприкосновения. Ночь в Авдеевской промзоне под Донецком провела Ирина Баглай. Как только над Авдеевской промзоной садится солнце, тишину сменяет стрельба. Вот так начинается очередная ночь на промзоне. Позиция боевиков буквально в 50 метрах отсюда. Пробить стены им. Вот что-то идет более тяжелое. Чтобы погасить огневые точки противника, военные стреляют из пулеметов. Пока не стемнело, успеваем рассмотреть позиции врага. Их выдает дым из блиндажей. Укрепления бетонные. Все вокруг в траншеях. Их роют, не выходя из окопа, вперед. Сантиметр за сантиметр стараются вариться еще быстрее и, по-перше, прийти ближе к нам. А окопаях кто им? Цивилин. Потому что формы на них нет. Такой, воинковый. Есть воинковые, но это воинковые, когда мешки переставляют, готовят себе позицию. Огонь на позициях армейцев только по команде. И никаких лишних передвижений. Не все бойницы на прицеле у снайпера боевиков. Для боевиков это как игра. Пытаются выманить армейцев любой хитростью. Один выманит. Другой сидит и ждет эту людину, которая появится. Не может ранить просто там в ногу, чтобы ты не мог идти. И ждет, кто до тебя придет на помощь. А тогда... Это шучанский вариант. Что? Краска. Голуба. Кроме боевиков у военных еще один лютый враг. Мороз. Буржуйку постоянно топят. Но дрова здесь на вес золота. Если и остались деревья, их приходится рубить под обстрелами. Тем временем дозорные докладывают, в тепловизоре замечена группа противника. Уже утром узнаем. Этой ночью под шум выпущенных мин 120-го и 82-го калибра боевики ударили одиночным снарядом 152-го калибра САУ. Земля мерзла, промерзла. 120-го не вырвета. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Игорь Щепет. Из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Крупный конвертационный центр накрыл СБУ в Николаеве. Арестованы почти 200 банковских счетов, которые использовались для незаконных операций. Конверт-центр обналичивала средства по договоренности с руководителями агропредприятий. Компаний, продающих металлолом. Как рассказали в СБУ, во время обыска изъяты 2 миллиона гривен наличкой. Около сотни печати и документы, которые подтверждают нелегальные сделки. Открыто уголовное производство. Временная администрация в Приватбанке может быть введена уже с понедельника. К концу недели финучреждение ждет национализация. Такая информация сегодня появилась на одном из информационных интернет-сайтов. Со ссылкой на свои источники ресурс сообщает, после введения временного руководства будут на несколько дней приостановлены все платежи. Впрочем, сегодня мы не смогли получить ни подтверждения, ни опровержения этой информации. Уже более трех лет украинские и российские химики воюют за наш рынок азотных удобрений. Решающее слово за Минэкономики. Там должны дать ответ, ведут ли антидемпинговые пошлины на удобрения северного соседа, защитит ли правительство отечественных химиков и кто может пострадать от затягивания с решением, расскажут мои коллеги. Просьба о защите. Еще полгода назад три украинских предприятия Черкасский, Северодонецкий и Ривненский азоты попросили Минэкономики ввести пошлины на удобрения из России, как это сделали уже 20 стран. У российских производителей газ дешевле в 2,5 раза, а это основное сырье для производства удобрений. В прошлом году они занимали 31% в общей структуре потребления. В этом показатель превысил 45%, а прогноз на следующий год совсем пессимистичен. Доля Росимпорта будет больше половины, а все украинские предприятия остановятся. Имея лучшие технологические показатели, мы не сможем конкурировать ни в коем случае с российскими производителями, потому что себестоимости наших удобрений природный газ занимает от 80 до 85%. Поэтому у нас единственная возможность обеспечивать внутренний рынок своими минеральными удобрениями. Я считаю, поддерживать страну агрессора, покупая в них минеральные удобрения и пополняя казну, это неправильно. Заводы уже начали сворачивать производство. Четыре из шести украинских предприятий остановлены. Почти две тысячи работников северодонецкого азота получили уведомления о сокращении. Еще три вскоре получат такие же. Если пошлины не введут, пострадают и аграрии. Россия, став монополистом, устроит ценовой диктат. Так уже произошло на рынке калийных и фосфорных удобрений. Цена на фосфорные и калийные удобрения в Украине порядка 100 долларов выше, чем цена экспортная тех же производителей России и Белоруссии. То же самое мы прогнозируем и по азотным удобрениям. В первую очередь это затронет средние и мелкие фермерские хозяйства. Потому что в первую очередь пострадают они. У них нет достаточного объема финансирования. У них нет собственной сбытовой сети и базы. Заседание комиссии состоится 21 декабря. Если правительство не примет быстрых решений по защите внутреннего рынка, города, где работают химические заводы, уже в следующем году превратятся в депрессивные регионы. А их бюджеты недополучат до половины поступлений. Это будет социальный выбор. Это без перебольшения. 4,5 тысячи работающих, понимаете, это большая левая часть, которую азот носит, начиная от зарплаты податков, заканчивая социальным навантажением, которое он несет сегодня на нашу социальную сферу и на наши партнерские стосовки. Российские производители будут до конца биться за этот рынок. Ведь Украина для них лакомый кусочек. У нас сильное сельское хозяйство и значительный потенциал роста. Если пошлины не введут, заводы закроют, а Украина будет полностью зависеть от импорта. И пока эшелоны с российским удобрением едут в нашу страну, производство останавливается, люди теряют работу, а правительство в это время все еще разбирается, стоит ли защищать украинский рынок. Ольга Иванченко, Юрий Красновский, подробности, телеканал Интер. В городе Южной Одесской области сегодня митинговали против закрытия Одесского припортового завода. Рабочие говорят, и их предприниматели, что с января завод может остановиться. Предприятие перекроет газовый вентиль из-за долгов. За последние три дня люди собрали около тысячи подписей под обращением к властям. Просит обеспечить ОПЗ дешевым украинским газом, а не вынуждать госпредприятия покупать импорный по высоким ценам. Если завод остановится, город Южный окажется на грани выживания, уверены рабочие. Ведь ОПЗ на 30% образует местный бюджет и обеспечивает работой 5 тысяч человек. Предприятию также принадлежат объекты городской инфраструктуры, которые без финансирования просто закроются. На заводе работают наши дети. На сегодняшний день у меня трое детей работают. Мы, конечно, переживаем, потому что и работа теряется, и надо такие условия, что и квартпаты платить. Город вырос на основании завода. Более 5 тысяч семей сегодня работают на этом заводе. И город получает налоги и отчисления, и область получает налоги и отчисления. Закрытие завода может просто привести к социальной катастрофе для этого города. Когда город может стать одним из городов-призраков, которых и так уже достаточно много. Склад незаконно вырубленного столетнего дуба обнаружили в селе Кулеши Житомирской области. На территории бывшего тракторного парка, который арендует частый предприниматель, правоохранители нашли 2 тысячи колод. Это около 300 кубометров леса. Вся древесина ценной породы, об этом в фейсбуке сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры, приблизительная стоимость товара 1,5 миллиона гривен. Сейчас решается вопрос о его изъятии. Затем будет наложен арест. Кроме леса, правоохранители обнаружили 8 автомобилей, черных, лесорубов и бухгалтерию. Золотые ели власти Ужгорода заплатили в три дорога за лесных красавиц. Об этом заявляют общественные активисты. По их словам, разница в цене пошла на откаты. Так ли это и почем сейчас в Закарпатье главный новогодний атрибут, выясняла Марина Коваль. Эти туи можжевельника, по документам еще и Барбарис и Самшит, высадили на территории школы номер 8 в Ужгороде две недели назад. Цена вопроса почти 30 тысяч гривен. Это дороже, чем на обычном рынке, говорят активисты. Да и качество деревьев оставляет желать лучшего. Они неправильной формой, со срубленными верхушками, некоторые почти сухие. Вартность туи завышена майже в два раза. Вартность других насаджений близко в три раза завышена. Проект в том, что с 30 тысяч 10 тысяч ориентированно вкрали. Это в замове Ужгородской міськой рады и ее предприятия, отбывается закупивание за откаты. Деревья закупили три ужгородские школы за бюджетные деньги. Кроме того, что втридорога, так еще и без проведения конкурса у одного предприятия, КП Уж Агромикс, рассказывают активисты. Но в мэрии все отрицают. То, что цены завышены, а саженцы слабые, отрицают и на предприятии, которое их продало. По какой цене могли закупить деревья школы у других предпринимателей? Например, можжевельник обошелся учебным заведением почти по 600 гривен за штуку. Мы приехали в один из частных рассадников под Ужгородом. Там расценки совершенно другие. Цена 250 гривен. Обовязковая стрижка. Два раза на год. Кто это будет делать в школе? Да и общий вердикт, высаженным в школах деревьям, был неутешительным. Это не кондит, это просто брак. Такие деревья вообще не можно никуда... Это не на смятях. Активисты планируют написать заявление в полицию, чтобы правоохранители разобрались в законности и, главное, прозрачности закупки деревьев для озеленения территории школ и города. Марина Кавадюри-Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород. В преддверии новогодних праздников Европа в состоянии боевой готовности. Особенно страны, которые в последнее время стали целями атак исламистов. А это Франция, Германия, Турция и Бельгия. Кстати, сегодня в бельгийской столице задержали 10 несовершеннолетних, планировавших теракты. Подробности у нашего корреспондента в Брюсселе. Они еще не террористы. Они только учатся. История о 10 подростках, которых сегодня задержали в Бельгии по подозрению в планировании теракта, уже разошлась по веромым медиам. В прокуратуре Бельгии подтвердили. Дети получали инструктаж о том, как изготавливать взрывные устройства и убивать по видеосообщениям в интернете. И, возможно, не все из них бы совершили нападение. Но они точно планировали, заявил представитель прокуратуры Эрик Вандерсифт. С марта этого года, когда были брюссельские атаки, бельгийцы уже привыкли к постоянным рейдам правоохранителей. Их тут за это время уже были сотни. Но теперь на этих рождественских ярмарках и праздничных событиях этого года полиция внимательнее будет следить и за детьми. Ведь не так давно, буквально на этой неделе, в Германии был задержан 12-летний мальчик, который собирался взорвать бомбу на рождественской ярмарке в городе Людвизгаген. Во Франции тоже охотятся на террористов. Так, сегодня там выдвинули обвинение троим подозреваемым в участии в теракте в Ницце 14 июля, когда погибли 86 людей и более 300 были ранены. В понедельник в Ницце во Франции тоже провели рейд правоохранителей и задержали 11 людей. Семерых из них сегодня отпустили, а троих обвиняют в продаже оружия и в тесных связях с главным организатором теракта в Ницце, Мухаммадом Лахуэджем Бухлелем. Юлия Мендель, Василий Тружковский. Подробности. Брюссельское бюро телеканала Интер. Барак Обама рассказала о подробностях личного разговора с Путиным во время саммита G20. После сообщения о причастности России к кибератакам во время президентской кампании в США, американский президент посоветовал российскому угомониться. На итоговой пресс-конференции Барак Обама подчеркнул, Россия не сможет нанести ущерб штатам. Он также пообещал принять ответные меры на вмешательство Москвы в избирательный процесс американцев. Как именно и когда Вашингтон еще решит? Россия не может нас ослабить или нанести существенный ущерб. Они не изменят нас, но могут повлиять, если мы начнем забывать, кто мы. А оказать влияние смогут лишь в том случае, если мы откажемся от наших ценностей. Первая семья США. Она из самых обсуждаемых тем в американских СМИ, кто из семейства Трампов будет влиять на политику. Дмитрий Анопченко разбирался в ситуации. Нью-Йорк, Трамп Тауэр. Именно здесь в последние недели происходят самые важные переговоры нового президента. В этот раз на разговор он пригласил первых лиц крупнейших IT-корпораций. Вот сам Билл Гейтс спешит навстречу. Она пройдет за закрытыми дверями. Подробности не для прессы. Слишком уж много государственных секретов. Но журналисты обратили внимание, рядом с Трампом был не только его вице-президент, но и сыновья, на что в американской политике до сих пор было табу. В отличие от Клинтонов, у которых единственная дочь, у Трампа пятеро детей и восемь внуков. И семья номер один уже сейчас играет огромную роль. Вот Дональд Трамп-младший, опора отца. В его компании был исполнительным вице-президентом. В ходе гонки стал одной из ключевых фигур в избирательном штабе. Рассказывали, если он что-либо решал, никто не смело спорить. Все понимали, неважно какой именно Дональд дал команду. Важно, что это мистер Трамп сказал. У них общее мнение. И у Трампа-младшего не было политических амбиций. До последнего времени. Сейчас он, по-видимому, станет одним из основных советников Трампа. И посредником между отцом и большим бизнесом. Не занимая формальной должности. Одним из первых документов за подписью Дональда Трампа, сразу как стали известны результаты президентских выборов, было представление на допуске его сына Дональда и дочери Иванки к государственной тайне, чтобы они могли присутствовать на закрытых встречах и переговорах. Тогда многие удивились, но никто и представить не мог, насколько серьезное влияние приобретет семья. CNN выяснила, что для дочери Трампа Иванки готовят отдельный кабинет в Белом доме. За всю историю Америки такого не было. Свой офис предоставляли только первые леди. Но Дональда Трампа это не смущает. Иванка не просто станет помогать и советовать. Она постоянно будет рядом с отцом. Ведь жена Меланья, и для Америки это тоже впервые, на какое-то время останется жить в Нью-Йорке, где ходит в школу их 10-летний сын. И хотя в штабе Трампа говорят, никаких формальных решений пока не принято, журналисты из пола Белого дома уверены, уже в январе в своих статьях, помимо термина First Lady, первая леди, им придется использовать и термин First Daughter. Что интересно, как раз сегодня семья Трампа отменила аукцион, на котором разыгрывали завтрак в присутствии Иванки. Предложений было уже очень много, все хотели познакомиться с ней и расспросить о планах отца. Но лот неожиданно отозвали, без объяснения причин. Информированный New York Times уверена, что причину знает. Мол, участие в таком аукционе противоречит статусу государственного служащего. А значит, дочь президента может получить должность официального советника главы государства. Снова-таки, впервые в истории Америки. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Как манекен поднял на уши американскую полицию и зачем британцы запустили мясной пирог в космос? Об этом и не только. Далее в нашем обзоре международных новостей. Манекен в машине переполошил полицию в американском городе Хадсон. Утром в отделение позвонил неизвестный и сказал, что в машине человек замерз насмерть. Приехав на место, офицеры выбили окно, пытались спасти пожилую женщину. Но это был манекен. В штате Нью-Йорк сейчас мороз до минус 13 градусов и снегопады. Владелец машины негодует, мол, манекен нужен для работы в медицинском центре и требует возмещения ущерба. Британцы запустили в космос пирог. Уж очень им хотелось проверить, выдержит ли выпечка полет на высоте 30 километров. Жители города Уиган соорудили метеозонд в качестве космического корабля и запустили пирог с начинкой из мяса и картошки. Эксперимент сняли на видео и выложили в интернет. Зонд успешно вернулся на Землю. Четыре года назад в космос летал гамбургер, который запустили студенты Гарварда. Забег Санта-Клаусов в Испании. Шесть километров решили преодолеть совсем не ради забавы, а чтобы собрать денег на благотворительность. В марафоне приняли участие все желающие. Главное условие – взнос 15 евро и костюм Санты. Ради благородной цели на старт вышли больше 10 тысяч испанцев. А вот в Южной Корее Санты решили удивить подводным шоу. Несколько профессиональных дайверов в красно-белых костюмах устроили настоящее представление в Сеульском океанариуме. Заманивая рыбу кормом, подводные Санта-Клаусы заставляли стаи сардин кружить в танцы. А скаты ради лакомства выписывали пируэты и даже разрешали себя погладить. Австралиец Грег Еишко из города Шепартон украсил дом гирляндами, которые синхронизируются под музыку. Жилище сияет и мигает в одном ритме с разными рок-композициями. Сначала все было настроено лишь под одну песню – «Сандер Стракт» группы ACDC. Но идея настолько понравилась окружающим, что Грег решил до Нового года каждый день радовать соседей и прохожих новыми композициями. В интернете видео уже набрало более 5 миллионов просмотров. В Киеве накануне Дня Святого Николая прошел благотворительный концерт для детей с особыми потребностями. Организовали праздничное мероприятие по инициативе первой леди страны Марины Порошенко. Посмотреть праздничное выступление собралось больше 300 ребят со всей Украины. Для них выступали не только участники талант-шоу, но и дети президентской семьи. С каждым годом до нас доеднуется большая количество детей. И этого года мы уже расширили свои межи до несколько регионов Украины. И я уверена, что это только начаток. Надалее наши концерты будут действительно набывать больших масштабов. Мне бы очень хотелось, чтобы все дети Украины каком-то дольше верили в новоречное диво. А этот концерт подарил им Святый Маколай. С днем Святого Николая в столице сегодня поздравили детей воиновату и тех, кто живет на прифронтовой территории. Благотворительный праздник организовал один из киевских рестораторов. Как все прошло в нашем репортаже. Эти ребята в столице впервые. Все восемь приехали из Бахмута Донецкой области. Городка, освобожденного два года назад нашими войсками. С утра успели побывать в Минобороны и даже встретиться с министром. Нам дарили подарки от Святого Николаева. Министр обороны. Конфеты. Учатся дети в бахмутской школе-интернате. А в Киев их привез волонтер Илья Лысенко, известный в зоне АТО под псевдонимом Хатабыч. Те, кого мы называем чаще всего джентльмены Бахмута, подростки, с которыми мы познакомились летом, наблюдая, как они откровенно побираются в центре города. Все, что они собирали, они тратили просто на еду. Тогда у нас возникла идея их поддерживать. Сегодня ребятам из Бахмута и детям погибших воинов АТО накрыли столы в одном из столичных ресторанов. Среди гостей и 12-летний волонтер из Хмельницкой области Артем Харченко. Этот мальчик страдает онкозаболеванием, но в перерывах между курсами лечения ездит по военным госпиталям и поет для раненых бойцов. Я спеваю, на гитаре играю, поднимаю бойовый дух бойцам в шпиталях. Уже 10 месяцев я помогаю хворим деткам. Надалее хочу помогать будинкам престарелых и интернатам. Поэтому сегодня Артем получил подарок от Святого Николая. А ну расскажи, что у тебя за орден? Этот орден называется «Завильную Украину АТО». То есть это орден за то, что я поддерживаю свою страну в тяжелой времени. Мы пригласили деток, чьи семьи пострадали в зоне АТО. Но мне хотелось бы больше точечно помогать детям, чтобы эти подарки были в виде мастер-классов. Например, кулинарных мастер-классов. Ну а ребята из Бахмута, получив подарки, признались, завтра наведуются в Межигорье. Иван Данилюк, Максим Чеблин, подробности телеканал Интер. Наш эфир подходит к концу. Не пропустите завтра в 20.00. Итоговую программу подробностей недели с Алексеем Лихманом. И вот коротко о чем пойдет речь. Не к шенгенскому двору. Украина получила визовое предупреждение от Европы. Какое место нам отводит старый свет? Агентство подозрений. Почему антикоррупционеры в своей борьбе не заходят дальше обвинений? И когда доведут до суда и приговора хотя бы одно дело? Коллекторы в законе или вне? Стоит ли бояться должникам за услуги ЖКХ финансовых выбивал? И как из-за задолженности не оказаться на улице? История из-под полы. Кто обогащается на нелегальных раскопках? И какой ущерб государству наносят черные кладоискатели? Это все, что мы успели вам рассказать сегодня. Больше новостей вы можете прочитать на нашем сайте. Подробности ЮАИ. Хорошего вам вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин